У немецких студентов и их преподавателей эта неделя выдалась насыщенной. Они успели побывать на концерте, поучаствовали в открытии выставки картин и даже покатались на лыжах. А самое главное, познакомились с тем, как живут и учатся их коллеги из Великого Устюга. И на личном опыте убедились в том, что 20-летнее сотрудничество между двумя учебными заведениями взаимовыгодно. Обмен идеями, самое главное. То есть те идеи, которые есть в их системе образовательной, они сюда привносят. А у нас еще того, наверное, больше. Мы им туда транслируем. И благодаря вот этому обмену они совершенствуют образовательный процесс и мы то же самое. Ну а, так сказать, вот эти идеи, о которых я говорил, они воплощаются в совместных образовательных проектах. И действительно, гости из Германии – будущие учителя, такие же, как и студенты нашего педколледжа. Поэтому время, которое они проводят в Великой Устюге, наполнено не только развлечениями, но и профессиональным обучением. Которое, впрочем, тоже может быть веселым. Особенно, когда тема урока – изготовление детской игрушки. И вот такую игрушку, елунчик она у нас называется. Мы выполняем из картона, а на деревянных палочках ее крепим, чтобы можно было развивать моторику. Ну и чтобы детям было интересно получить подарок на маскинцу. Ребята сразу же принялись вырезать части будущей игрушки. И такой красивый оригинальный подарок наверняка придется подушерить друзьям и родственникам. Мы спросили у немецких студентов, существуют ли в Дюссельдорфе праздники, похожие на русскую масленицу. В Дюссельдорфе и вообще в Германии не справляют масленицу, справляют карнавал. Карнавал – это праздник, когда люди переодеваются, веселятся. Выбираются принцы и принцессы, которые ездят с улицы на улицу в разные районы, посещают всех и вместе танцуют, поют песни, веселятся. Но так же, как и в России, германский карнавал подразумевает большое количество съедаемых вкусностей. Еще одной группе немецких студентов, устюжские педагоги рассказали об эгисте и о том, как много красивых и полезных вещей можно сделать из этого материала. В Великом Устьюге гости из Дюссельдорфа пробудут до пятницы, после чего вернутся на родину. Максим Тятов, Антон Каев, телеканал «Русский Север».